ну если говорить об этой симптоматике то в общем-то сходная картина бывает при легкой форме лучевого поражения радиоактивного поражения но на наш взгляд это неудивительно поскольку нисходящую эволюционной энергии которые выполняют в нашем теле филигранную трансформировающую работу на клеточном уровне по-видимому и представляет собой тончайшую форму лучевой энергии именно тончайшую форму лучевой энергии я наблюдал один интересный случай один интересный случай вот который произошел с моим сослуживцем которым мы работали вот с моим соавтором по релятивистской концепции психической деятельности сан николаевичем качалкиным у которого был классический процесс горения что ли клеточных структур этот человек достаточно интересный в плане таких оригинальных научных идей вот для реализации в практике да но по пути сознательной эволюции он никогда не ходил и категорически вообще отвергал то что я предлагал в практическом плане он делал свое накачивал ментальные мускулы интеллектуальные мускулы вот это его вполне удовлетворяло мы с ним сидели в одной комнате вот напротив друг друга в общем то может где-то он мной подзаразился такое бывает наверное ну невольно подзаразился где-то вибрации в нем начали потихонечку себя проявлять и вот во время отпуска летнего он поехал на север не на север где валаам там еще какие-то монастыри северную поехал туда на пароходе на экскурсию и походил по этим местам беседовал там нас насильниками монастырей ну видимо все-таки сами по себе эти места они тоже имеет мощную энергетику плюс еще ум спокойной вот эти просторы природа способствует молчанию ума и вот не увидим а там произошел прорыв вот этого потока нисходящая энергия на телесный уровень достаточно мощный поток у него пошел и канал приехал в москву вернулся из отпуска он мне позвонил и говорит что-то я плохо себя очень чувствую у меня все тело ломит все горит все болит я не знаю чего делать где-то еще может недельку побуду потом вот выйду на работу потом проходит недельку он говорит нет мне быть все еще хуже вот было врача и врач мне предлагает в общем-то лечь в госпитале а у него были очень мощный перепад температуры и это 35 потом 40 35 и 40 вот такие мощные колебания и для меня стало понятным когда он мне рассказал где он было что-то сказать вот с ним происходит вот эти состояния жара потом упадок сил я понял что он горит что у нее клетки загорелись просто началась клеточной реакции к форсированная энергия пошла в тело вот ну я ему сказал я говорю но если выживешь не умрешь то нормально будет жить вот про горит все и все будет нормальным то я и не боюсь над что есть то есть вот он лег больнице его там начали обследовать очень серьезно обследовали это неделя две или три его обследовали вот еще не нашли естественно вот и начали колоть антибиотики поняли что какой-то инфекционный процесс решили что инфекционный процесс надо широкого спектра антибиотики колоть а в него все равно температура продолжалась но может быть там с 39 до 36 так немножко диапазон уменьшилась но все равно вот были очень такие мощные колебания то есть по сути никакой инфекции там не было и обследовали его достаточно серьезным ничего естественно не нашли и аккуратненько его спросили они облучался ли он где-то потому что симптоматикой формула крови было похоже вот на легкую форму лучевого поражения вот это мне сказал ведь нет вот спрашивали ну в течение месяца он прогорел потом у него все встал на свои места и выписали его естественно с диагнозом потому что диагноз ты но нельзя не поставить вот написали сексис неизвестные теологии сексис значит должны быть инфекции на эффекции от нет в крови не было никакой инфекции и сказали что он не первый что такие случаи несколько там где-то вот но по пальцам можно пересчитать бывали тоже то есть не могли найти источник вот это инфекции но вот с этим диагнозом секс неизвестные теологии выписывали людей на самом деле это это элементарное клеточное горение просто мощный исход энергии люди готовы сознательно эволюционировать мощный магнит сердца потенциал над головой хороший но то не так вот бездельники ну ему повезло прогорел а потом еще ребенка родил почти в 70 лет вот так вот но естественно не от 70-летней жены там сложнее было это сделать мне умерла жена вот после этой поездки кстати может он тоже как-то на нее повлиял вот такие интересные вещи вот этом форсированном нисхождении а потом где-то дня через полтора-два все это проходит и ты знаешь если возникла головная боль вот она пошла пошел этот поток то 23 дням 3 максимум 2 бессонных ночь все и больше это уже проверено было у меня это лет 12 а потом когда прозрачность вот появилась уже этого состояния не было все она исчезла ну совсем без следа его нет просто его нет вот какой период это было было достаточно ясно уже понятно уже ждешь особо мне вот я только начинал когда говорить ты вот были двухдневные семинары я попадал вот на эти два дня суббота на воскресенье вот в этом состоянии приходилось говорить это конечно были испытания детстве никуда нельзя поток идет ты говоришь тебе вот здесь комок стоит надо делать что же так что в периоды вот этого интенсивного нисхождения сознания происходит безусловно некая глубокая перестройка на клеточном уровне включая возможные изменения в генетическом аппарате эта энергия такой силы трансформирующей интенсивности действительно что-то она должна в теле обязательно делать по сути в эти периоды в периоды форсированного нисхождения сознания происходит где-то вот спуск нашего сознания на территорию врага вот того врага который мешает нам обрести новое качество новое состояние там именно на его территории с помощью вот этой грозящей силы божественной силы эта битва происходит как стива бинда говорил с кровожадными драконами которые стоят на страже царства смерти минут в эти периоды на одна основная работа идет идет такая аллегория драконы которые стерегут самую смерть сразу же за периодами форсированного нисхождение сознания следует периоды активного усвоения энергии то есть энергия которая не изводится в наше тело на после периода форсированного нисхождения сознания на как бы в равновесном состоянии находится с нашими телесными структурами то есть энергии приходит ровно столько сколько усваивается ее на клеточном уровне и после всех этих неприятностей которые проявляют период форсированного нисхождения вдруг все чудесным образом меняется этот мрак рассеивается потом это затишье когда сменяюсь чувством радость чувством легкости прозрачности что лет это ощущаешь очень ясно периоды активного усвоения энергии характеризуется относительно ровностью ровностью на всех планах сознания на ментальном на физическом на витальном и продолжаются они две-три недели а потом идет опять подъем потом опять нисхождение и разного рода опять цикличный процесс происходит то есть динамика неровные вот есть и подъема есть и спуски есть периода форсированного нисхождения есть периоды усвоения энергии период такой ровности то есть процесс идет неоднозначно есть вот такие переходы перепады это так и должно быть естественно понятно что вот вся цикличность работы этой нисходящей эволюционной энергии она в общем-то свыше предопределена имеет определенная цель именно нас переформировать или трансформировать в направлении максимум духовной реализации которые мы должны пройти и как показывают наблюдение за периодом форсированного нисхождение сознания следует период активного усвоения энергии он плавно переходит в период восхождение сознания тот свою очередь также плавно переходит в период нисхождения сознания два последних периода могут раз чередоваться но в конце концов вот этот период нисхождения сознания он заканчивается периодом форсированного нисхождения потом цикл повторяется вот такая цикличность она как факт наблюдается не только я на себе это наблюдал но эти люди которые работали на пути тоже свои наблюдения представляли именно вот такого же свойства по мере продвижения по пути сознательной эволюции негативные моменты которые характеризуют период нисхождения сознания не постепенно сглаживаются они сглаживаются постепенно в периоды форсированное исхождение все неприятности сохраняются однако степень выраженность их может варьировать периоды восхождения сознания период усвоения энергии со временем мало чем отличается то есть период освоения постепенно укорачивается и фактически исчезает плавно трансформируется процесс восхождения то есть единственное что мы должны с вами помните знать и этому не удивляться не противиться что до тех пор пока не произойдет радикальная чистка нашего подсознания периоды которые нам не нравится периода нисхождения они будут большую часть времени занимать вот в этой цикличность ясно наверно потом постепенно постепенно это синусоида вверх-вниз вверх-вниз задержкой внизу она будет выполаживаться и в общем-то верх и низ конечном счете они будут таким чудесным образом что перемешаны но это будет гораздо больше и вот процесс освоения процесс освоения восходящих планов сознания на этом этапе он действительно очень интересен мы обязательно должны освоить планы сознания которые нас стоят над обычным разумом чтобы вибрации освоены этих планов естественным образом при низведении провели необходимую трансформирующую работу в нашем подсознании то есть опять идет процесс автоматически автоматика работает божественное мы поднимаемся мы опускаемся нас поднимают нас опускают может мы говорить можно нас но этот процесс идет абсолютно автоматически то есть мы специально еще раз подчеркиваю никаких восходящих медитаций чтобы куда-то подняться не используем и соответственно просто открыту потоку и доверяемся ему он то что считает нужным то он с нами и делает если говорить о планах сознание для планах разума ну вот эту классификацию на мой взгляд очень удачную представил шевра бенда ну как он характеризует наш обычный человеческий разум на обычный заурядный человеческий разум он говорит о том что он имеет серую нейтральную основу что он не в состоянии долго выносить не радость не боль ну и соответственно к этому что можно добавить что круг интересов таких людей вот который обладает вот этим обычным заурядным человеческим разумом круг интерес таких людей лежит в основном материальной сфере сфере материального быть я и жизнь их скучно однообразно бывают какие-то короткие вспышки там черт какой-то радости но они короткие и противно это искать то что радости пройти как бы составляет обратную сторону это страдание страдание тоже такого поверхностного характера на эти люди вот чуть вспыхнули также затухли вот это вот обычный серый человеческий разум имеющий нейтральную основу следующее что ли ступень разум это люди которые обладают возвышенным разумом они уже имеют возможность получать озарение свыше вот то что иногда вырывается таким светом что или вспышками света в их сознании в пространство над головой но получив это озарение люди не способны понять их смысл то есть они эти озарения обязательно обязательно подвергают логическому анализу и только путем логических рассуждений естественно эти озарения но теряет свою силу они могут делать какие-то выводы то есть он начинает работать и вот чистой так сказать вот чистую полученную информацию безусловно искажает запутывают строит ментальные догмы радостью любовь но этих людей естественно несколько глубже несколько глубже чем у представителей вот обыкновенного или обычного человеческого разума как следующая ступень освоение сознания в пространстве уже над головой у обладателей озаренного разума то следующий план жизнь живая жизнь интересная полна как правило любви и страданий и еще эти люди имеют в себе обязательно какие-то творческие наклонности творческие наклонности не обязательно творческие наклонность какого-то высшего порядка да но тем не менее их интересует творчество они читают рисуют там ходят в театры это же эти люди как диапазон сознания которых он включает себя творческий компонент и то что их посещает в качестве озарения озарение свыше обретается в их индивидуальном сознании какой-то облекается в их индивидуальном сознании в какую-то определенную форму но не могут что-то писать научным творчеством заниматься или очень тонко чувствовать творчество других людей вот это вот люди которые обладают озаренным разумом очень часто у них эти озарения озарение бывает достаточно мощные искажаются опять-таки вмешательством ума и эмоций потому что нет чистоты видения чистоты приема и трансформации этих озарений которые только на более возвышенных планов разума становится возможной сознание носителей интуитивного разума это тоже классификации штреоробинда я говорю об этой классификации она поднимается в сферы по словам штреоробинда голубого безмолвия где извлекаются искры уже прямого знания там где это прямое знание присутствует и вот эти искры прямого знания оформляются в целостные не искаженные умом формы идеи которые не требуют логических доказательств которые но просто представляются как факты и вот этот разум разум интуитивный он источник действительно прямого знания когда знание напрямую без всякой логики как факт вот открывается человеку и он способен делать многие открытия интересные необычные вещи так сказать приходит парадоксальные казалось бы вне всякой логики и творческие очень интересные откровения могут быть оттуда образы с этого плана и музыкальные художественные поэтически достаточно мощный план источник напрямую соединяющий человека с этими творческими сознать с творческими элементами сознания и любовь если говорить о радости любви в этой сфере разума уже покоится на мощной глубинной основе и на сказать что вот обладатель интуитивного разума это люди которые обладают талантами и талантами такими редкими даже талантами ну и гения человечества тоже вот по словам шести варабин да как раз отдельные гения человечества относительно этого интуитивного разума следующий план потеряя бытия ли план разума это глобальный план источник откровений всех великих учителей человечества и пока тех немногих кто следует по проложенным им пути индивидуальное сознание пребывая на этом плане созерцает по словам того же шти варабин да в белом безмолвии большими объемами охватывая одновременно обширной протяженности пространство и времени это нечто глобальное но опять-таки это сфера разума это не божественное надо сказать потому что божественно ли супраментальная как раз выходит за эти пределы это то что максимально можно отнести ну именно к человеческому сознанию в человеческому разуму еще не супраментализированном вот это глобальное сознание в основе глобального разума вот лежит на состоянии что ли радости любви красоты и сострадания но это еще не тот финал не тот план бытия или не тот вибрационный план который вот над этим уже настоит как нечто абсолютно иное сверхчеловеческое что ли и при подъеме индивидуального сознания в сферы которые настоят над обычно в разумом характерным образом раке на изменяется цветовая картина и те люди которые наблюдают какие-то цветовые явления в зрительном поле они могут как раз и ну что ли но определить вот тот свет вот того плана разума которым они преимущественно на данный момент прибывают имею ввиду то что стоит над обычным нашим разумом обычный разума представляется бы сплошную серую маршу возвышенный разум то что несколько выше вот этого обычного он имеет серый цвет но с какими-то что ли проблеском или вспышечками вот относительно вот этой серой гомогенной массы озаренный разум он полупрозрачен там частые световые вспышки интуитивный разум имеет голубоватое освещение и изобилует уже большим количеством световых вспышек искр такой глобальный разум представляет собой массу такого постоянного света так вот что сегодня мы с вами имеем сегодня практически каждый человек подчеркиваю практически каждый способен освоить все планы разума которые нас стоят над обычным разумом включая интуитивный глобальный вот все те кто выбрал для себя путь сознательной духовной эволюции способны это сделать вот они способны открыть в себе в глубинах своей истинной сущности в общем совершенно удивительные вещи если раньше доступ к ним был у делом избранных у делом избранных то сегодня то сегодня каждый из нас способен это сделать потому что настало время когда при правильной реализации духовных практик духовных практик это просто становится естественным следствием вашей работы то есть вы способны это сделать они какие-то единичные представители человечества там гений особо или люди с какими-то талантами что ли не духовного свойства вот сегодня понятно что высшая форма творчества который человек должен заниматься и который он должен реализовать это духовное творчество кришна модки называл это религиозным творчеством то есть а форма творчества когда человек в соответствии с божественной силы делает себя весь он реализует себя на творчески реализовать себя на духовном поприще вот это высшей формой творчества мы сегодня должны заниматься это наша главная основная работа и вот спонтанное последовательное освоение не поднятие вот освоение ведь каждый план должен быть освоен нами восходящих планов разума и низведение вибрации этих планов в подсознание с целью его просветления и трансформации продолжается на последующих этапах пути вплоть до момента супраментализации нашего существа естественно что эта работа не на этом только этапе она на этом этапе только начинается она в дальнейшем продолжается на это требуется время за месяц за два за год это сделать невозможно и вся дальнейшая работа на пути сознательной эволюции строится на чередование вот этих периодов восхождение нисхождение сознания что означает освоение планов разума что такое освоение до любого плана сознания можно подняться с помощью восходящей медитации вы туда доберетесь но вы их не освоить то есть вы остановитесь но то что в вибрации этого плана собой представляет для вас будет тишина полная потому что ваш приемник не работает только последовательно осваивая эти планы вы будете иметь возможность и правильно расшифровывать то что там наверху форме откровений вас будет рождаться понятно наверно просто туда можно прорваться путем восходящий метод но не освоить нужно освоение для освоения требуется адаптация к этому плану требуется время в общем-то вибрации они есть вибрации если они вам не знакомы если вы не в стадиях расшифровать то для вас это будет опять китайцы за семью печати поэтому процесс отойдет постепенно я бы не сказал медленно он идет ровно так как он должен идти он не быстро не форсировано вот и мы не можем намеренно освоить какой-то план разума это не намеренно происходит не по нашей с вами воле вот не в результате использования каких специальных практик медитативных а спонтанно при включении вот сегодня разобранного нами алгоритмы работы в ценном энергии по принципу восхождения нисхождения освоение планов разум означает способность вашу в ясном сознании свободно перемещаясь вот по этим планам считывать и расшифровывать вибрации их во всем диапазоне в любой момент времени то есть вы будете там своими на каждом из планов все будете знать и понимать и соответственно реализовывать если это будет угодно вот в части реализации или материализации в этом мире только после полного освоения глобального разума и низведения вибрации этого плана на клеточный уровень происходит полное очищение полное очищение нашей телесной структуры полное очищение нашей телесной структуры от всего эволюционного перегноя то есть когда наша телесная структура полностью очищена вот вот того что мешает в ней полностью проявить себя новые сознания супер ментальное сознание до тех пор пока она не будет очищена супер ментализация сознания в комфу в полном понимании этого слове с наработкой новые тонкой вибрационной структуры быть не может следует отметить что стойкий контакт с божественной силой может быть установлен еще до выхода индивидуального сознания в нирвана однако полноценный нисходящий энергетический поток энергетический поток начинает изливаться в ваше сознание лишь после окончательной ликвидации энергетической пробки в макушечной чакры тоже поток может установить стойки но эффективность его работы она повышается существенно после окончательной ликвидации энергетической пробки в макушечном центре что интересно что в таких случаях как показывает практика бывает что значительно сокращается время между актом выхода индивидуального сознания в нирвану и актом духовного рождения вот этот период мог числяться днями а то и часами вот может быть выход нирвана потом где-то через день или там через несколько часов духовное рождение этот у тех у кого стойкий контакт с нисходящим потоком установился до выхода индивидуального сознания во всеобщем то есть есть такие варианты некоторые говорят вот что-то у меня вот там не было выхода в нирвана духовное рождение явно это состоялось процесс может быть в общем практически совмещено в короткий промежуток времени такие варианты тоже возможно